Да, я включаю запись и включил запись. Александр, я дам сейчас вам слово. Включил запись и попрошу выключить звук всех, кроме организатора и кроме просвирного, которому сейчас я дам слово. Сегодня 26 мая 2021 года, московское время 16 часов 4 минуты и мы начинаем вебинар номер 17 зимней весенней сессии вебинара Климова-Зателепина. Саш, пожалуйста, скажи, что ты хочешь сказать. Да я очень коротко, в общем-то, Николай Владимирович, я уже разместил поздравления на нашем сайте, еще, так сказать, по время, когда вам как раз исполнилось, 80 лет. Поэтому хочу только словами, так сказать, еще раз поздравить вас с этим днем рождения, пожелать вам творческих успехов, чтобы вы были таким же, так сказать, инициативным и энергичным, как и сейчас. И не продолжали свое дело по семинарам, потому что очные семинары – это такая вещь, которую нельзя заменить заочными. И желательно, чтобы они возобновились, как минимум, допустим, в конце года мы все собрались и дружно друг друга поздравили с нашими успехами. Вам творческих лет, долголетия, и спасибо, что вы есть. Спасибо. Спасибо. Очень большое спасибо, Саша. Спасибо. Ну, вообще-то, Саша, я тебе хотел отдельно там дать, но ты почему-то решил вперед. Ну, тем не менее, здорово. Спасибо. Значит, у меня есть два объявления перед тем, как я передам слово Булыженкову, он первым у нас будет. У меня есть два объявления. Во-первых, сегодня 70 лет Владимиру Львовичу Бычкову. Он у нас тут не участвует, потому что ему нужно, он меня предупреждал, что ему нужно и на кафедре там, значит, проставиться, и, по-моему, он там чуть ли не экзамен сейчас принимает. Но мы, я уверен, все без исключения ему желаем всего-всего самого наилучшего. Вот всех тех слов, о которых только что говорил Просвирнов, вот мы ему тоже желаем. Человек, безусловно, тоже исключительный. Я хотел обратить внимание, что какая-то интересная вещь, что вот в мае родились такие известные исследователи, ученые в области холодного синтеза. Это Самсоненко, Зайцев, Бычков. Ну, их, может быть, не совсем можно к холодному синтезу отнести, но мы их к своей когорте причисляем. Вот это довольно забавно. И второе объявление. Вчера мне прислал, я не буду показывать, вчера мне прислал Климов, который к нам тут тоже присоединился недавно, Анатолий Иванович. Прислал программу, предварительную программу ICCF-23. И вот несколько слов об этом скажу. Это будет в Китае, но это тоже будет онлайн и оффлайн, но в основном, как я понимаю, будет онлайн. По холодному синтезу. Она называется, смотрите как, ICCF, International Conference Cold Fusion. Слово неуклеонету. Вот тот, кто называл, в свое время так вот схитрил и, видимо, в правильном направлении, что это не только к ядрам относится, но и ко много чему еще. Поэтому такое название. И там хотел бы сказать вот еще что. Значит, эта конференция будет проходить с 9 июня по 11 июня, три дня 2021 года. И в ней принимает участие, насколько я понимаю, онлайн, хотя не уверен в этом, Климов, Пархомов, Тарасенко, Саватимова и Высоцкий. Вот из тех, кого мы хорошо знаем, кто участвует в наших этих вебинарах. Ну и сегодня мы услышим доклад Саватимовой, вот с поздравлением Николая Владимировича, который является короткой, укороченной версией доклада Саватимовой на вот этом ICCF 23. Всего у нас сегодня вот будет 9 выступлений. Одно из них мы уже слышали. Это было выступление Просверного. Друзья, я закончил введение. Сейчас 16 часов 8 минут. И я передаю слово Игорю Дмитриевичу Булыженкову для доклада и поздравлений Николая Владимировича. Валерий Николаевич, можно замечание одно к вашему последнему? Ну, пожалуйста, только очень быстро. Объявление. Значит, там, смотрите, это будет по пекинскому времени минус 5 часов. То есть, если у них в 9 часов начало этой конференции, то в Москве это будет, извините, в 4 часа утра. Это важное дополнение, Сергей Алексеевич. Спасибо огромное. Да, будем это учитывать. Я видел, что там Гринвич минус 8. Это я видел. Да. Спасибо. Игорь Дмитриевич, вам слово. Пожалуйста, вашу демонстрацию. Можете вывешивать. Всем добрый день. Я включаю демонстрацию экрана с тем, чтобы начать доклад, посвященный Николаю Владимировичу. Только что видели, Игорь Дмитриевич, а потом куда-то... Ага, вот он, вот он, вот он. Все, видим, здорово, видим. Так, сейчас мешается мне его запустить. В левом верхнем углу. Нет, нет, я все понимаю. Пока слайдов нажимаю. Игорь Дмитриевич, профессионал, не волнуйтесь. Нет, в левом верхнем углу бокал. Нажмите на бокал. В левом. Так, сейчас лучше, да? Все видим, да, все видим, все нормально. Большая, 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 да. Все, хорошо. Ну, все равно что-то наверху чуть-чуть мешает. Нет, вот сверху как убрать вот это, то, что мешает же верхняя строчка черная или у вас ее нет? Нет. Она у нас тоже есть. Мы полностью ваш экран видим. Ну, Игорь Дмитриевич, давайте мы не будем на этом... Хорошо, да, не будем, сейчас время терять, к сожалению. Так, я сейчас пишу там. Добавим отсутствие радиального коллапса к ярким идеям Николая Владимировича Сосуненко о новых связанных состояниях. Ну, я хочу сказать, что, конечно, это фигура в нашей московской физике. Вспомните, с каким удовольствием мы все ходили к нему на семинары, как великолепно он умел их вести. Мне он подарил модель Барута, которую я от него услышал вместе с его со всеми идеями. И я вот сегодня хотел бы по где-то вот этому новому связанному состоянию чуть-чуть от себя добавить. А может быть, когда-то мы с ним статью напишем на эту тему, если вот дойдет. Ну, в любом случае, хочу сказать, что Николай Владимирович, это где-то луч солнца, который ведет нас за пределом уже того горизонта освещенного, что называется, за краем науки, так сказать, фронтом науки. И таких людей очень мало в Москве. А все в основном под фонарем работают. Он нет. И за это ему большое спасибо. И мне кажется, что у него, как у Добройля, после 70-ти самые яркие-то идеи пошли. Понимаете, вот надо почитать его работы последние. О чем? Вот он расписался на вот этих вот работах, я хочу сказать, все мы можем его доклад посмотреть. Я хочу вот тут добавить от себя вот несколько по падению камня в ньютоновом потенциале и потом вылетанию этого же камня в небо из ньютонового потенциала. Мы все думаем, что если мы камень бросили туда вниз, к центру Земли, он так туда и упал. Ничего подобного. А все эти метрические силы, они упругие. И потому что два камня друг к другу навстречу летят, что на центр мы бросаем. Математика одна и та же. И эти камни, они как бы, если мы кидаем вертикальных, они встречаются, а потом разбегаются упруго. Если нет неупругих взаимодействий, в разные стороны обратно возвращаются, как бы по выраженной кеплеровской орбите. Если чуть-чуть со смещением они облетят друг от друга, а если в лоб, то они так же разбегаются, если нет неупругих взаимодействий. Потому что когда на Землю падает камень, это неупругое взаимодействие, что оно останавливается, там тепло выделяется, все такое. Откуда все вот эту физику можно понять по-другому ньютоновскую? Через Умова. Вот смотрите, я показываю, Умов ввел коэффициент К перед МС квадратом. Он первый ввел вот эту энергию эфира Умова. Она переменная коэффициент К, зависит от движения. И вот если нас в школьном учебнике учат со всей дури распадывать релятивистую энергию МС квадрата с МВ квадрат, то на самом деле в механике Гамильтона все делается по-другому. Вот она полная энергия, это Гамильтониан, это Лаграджан с обратным знаком, и кинетическая часть ПНВ. Лаграджан, вот это и есть Умовская энергия. Мы ее не меряем, это энергия эфира, если хотите. Умова энергия МС квадрата он вел для эфира. Тогда это все было модно, это сейчас мы нос воротим. И вот это вторая энергия ПНВ, ПНВ гамильтоновская, тут двойки нет. Если в малоскоростях, то вот это энергия эфира Умова, а кинетическая энергия при движении тела это МВ квадрат. Это и у Дебройля мы можем найти, и уже многие люди это понимают. Если вы тело останавливаете, то вы половинку энергии вот этого МВ квадрата получите себе, а половинку энергии вы должны этому телу вернуть. У него при остановке внутренняя энергия Умова увеличивается до МС квадрата. То есть это переменный МС квадрат, это не константа. МС квадрат, эта энергия, она переносится по законам Лоренца как энергия. Вот смотрите, многие ругают уравнение Лоренца, вроде как мешают в первой, да ничего подобного. Вот уравнение Лоренца для энергии, импульс покоя 0, в другую систему переходим, вот синяя энергия, это энергия Умова переменная, но мы ее не меряем, это внутренняя энергия эфира, не доберешься. Кинетическая энергия только меряется, ПНВ в эксперименте. И вот эти вот в упругом движении идет все время баланс между кинетической энергией внутренней, скрытой, и кинетической энергией внешней. Конечно, если их вместе сложить, то получим энштейновскую вот эту энергию. Но это как кварки, они разного цвета. Одно внутреннее, внутреннее тепло, другое внешнее тепло. Одно, одну можно назвать внутренним хаосом, а другую можно назвать упорядочиванием, потому что когда все молекулы движутся в теле с одной скоростью, то происходит и кинетическое упорядочивание. Это энергия порядка. И вот почему камень-то падает в радиационном поле? Да не потому, что на него сила ньютоновская действия, это что никто не понимает. На самом деле идет выравнивание внутренней и упорядоченной энергии хаоса. То есть кинетические энергии рулят все в этих метрических полях движения. И вот эта вот энергия внутренняя, она переменная, и она остывает точно так же, как квантовая частица. Это, по сути, вот частота дебройлевская. Остывание идет в энштейновской физике, потому что все у Лоренца преобразование – это энштейновская физика. И энштейновская квантовая частица, они остывают одинаково. То есть есть конвергенция между квантовой механикой, вот в этом интерпретации, что дебройл-то и подсмотрел. Посмотрите его работы с 64-го года и потом с 70-го года. Это уже когда ему 70 лет было. А ньютоновская частица не остывает. И поэтому у нас конвергенции нет и той, и другой физики. Поэтому вот когда мы начинаем бросать камень вниз на центр Земли, он начинает остывать. Его внутренняя умовская энергия уменьшается, а растет энергия порядка. Энергия порядка – это универсально. Это по законам релятивистской физики, по энштейновским чисто формулам. Вот оно, точное уравнение. Если мы с высоты r бросили, то растет кинетическая скорость. Ну и в зависимости от того, какие у вас метрические коэффициенты, вот это точное решение ОТО для этого тела. Из этого точного решения ОТО можно вот эту производную взять, DR-PDT. DR-PDT – вертикальное падение. Это координатная скорость. Не физическая, а координатная. Абсолютно точное решение. Вот оно. Для любой метрики. В какой метрике работаете, то и подставляете метрика. Хотите, Швардж-Седа подставьте. Хотите, я не знаю, Кера или еще чего-то. Это зависит от того, как у вас устроена метрика. Кинули камень. Все метрические силы, они все округие. Если нет диссипации, то сохраняется энергия падающего тела полностью. Метрическая физика Эйнштейна, она же гравитацию просто убрала, ее нет. Никаких тяг на расстоянии. Есть локальные метрические толчки, как у Ломоносова. Физика локальные толчки. Ну, это гравитация Лисажа. Многие говорили, Фатя первый, Ньютона сказал, что обязательно должно быть локальное воздействие. Ну, и физика Эйнштейна, это физика локальных воздействий. Генезическое равнение, посмотрите. Там все локальные напряжения и ускорения. Ну, вот. Тут, видите, мешают вот эти верхние убрать. Их очень долго. Короче говоря, это... Я подставляю другую метрику, вот такую, по идеям Эйнштейна и Инкельда, что у нас должна быть не дуальная теория, когда у вас частицы и поле, это одно и то же. То есть, материя и сильное поле, это одно и то же. А тогда, если материя, она размазана, там никаких символярностей нет, в общей теории относительности. Ну, и метрика чуть другая становится. Она по времени подает те же самые растяжения по времени, только без сингулярностей. А пространственный интеграл, он становится эвклидовым, плоским для среды. Ничего тут такого удивительного нет. Это все рецензировано, в очень хорошем журнале прошло, еще в 2008 году, все опубликовано. Просто это не локальная теория. Организация массы, она не локально размазана по пространству. Фактически плотности пространства это есть плотность и масса энергии. Ну вот. И тогда вот мы подставляем в эту универсальную ученовскую формулу координатную скорость можем найти. А зная координатную скорость, второй раз дифференцируем, мы находим ускорение. Вот оно ускорение. Ну, хорошо, а дальше ума не надо. Если вы знаете ускорение координатное, в общем, метрические коэффициенты подставляете. Ну и вот у меня получилось вот так вот. Это, по сути, второй закон ньютона. В слабых полях это все падает по ньютону, как единиц на р квадрат ускорения. А в сильных полях это все начинает тормозиться. То есть частица, если ее сбросить на центр, она вначале по ньютону в слабых полях ускоряется. Потом, продолжая лететь туда вниз, начинает координатно тормозиться. Но у нее при этом при координатном торможении физическая скорость все равно к c стремится. Там вот хитро устроена вот эта. Вот она формула для скорости. Видите, скорость здесь будет координатная падать до нуля в центре поля, потому что вот эти выравниваются. g0,0 она к нулю стремится в сильном поле. То есть скорость стремится к нулю. Вот от нуля бросили, она отрицательно стремится к нулю координатная скорость. А физическая скорость, она стремится к c, а не к нулю. Она все как подтвердит относительности. Чем ближе к центру, тем больше скорость. Потому что тут вот этот корешок стоит, корень g0,0. Время меняется. А время меняется так, что g0,0 стремится к нулю, и поэтому физическая скорость спокойно дорастает до c. А координатная скорость в ноль. А в телескоп мы видим координатную скорость. Мы вот эту g,0,0 удаленную не меряем. Мы меряем только dr, p, dt. Ну и все. И нам... И кажется, что тело должно остановиться, потом развернется и полетит спокойно обратно. Это все обычная механика, релятивистская, мштейновская. Посмотрите, вот как получается. Вот отсюда тело по ньютону, оно вначале, если бросили с высоты, с нулевой скоростью ускоренно падает, поэтому ускорение отрицательное. В точке, когда умовская энергия и гамильтоновская энергия выравниваются к кинетической энергии, все, закончил работать вот этот дисбаланс кинетических энергий, дальше нет смысла тело ускоряться. Но оно пролетает эту точку равновесия кинетического и начинает тормозиться сильным полем. Тормозится, тормозится и вот ускорение до нуля остановилось, а потом выплевывается обратно из сильного поля и прилетает по тем же законам. Вот здесь вот камень падает в небо. Ну вот, то есть, все время идет перекачка внутреннего хаоса тепла умова и энергии трансляции Геммельтона одно в другое. Ну, это опубликованно рецензии прошли, то есть там вопросов было много, все согласились. А вот формула, да, как сильное поле меняется, когда нелокальная теория, где 0,0% на бесконечности единицей там нет сдвига по времени, а в сильном поле монотонно, монотонно оно до нуля падает. Это вот красное смещение. Теперь смотрите, вот оно упало до нуля, остановилось, а теперь оно от нуля с ускорением выплевывается из этого потенциала, выплевывается обратно, потому что избыток Геммельтоновой энергии очень мало энергии внутреннего хаоса умова, внутреннего тепла нет. Система тела стремится при сохранении его энергии в статическом поле стремится выровнять эти внутренние и внешние энергии. Летит обратно, то есть кинетическая причина, а не гравитационные потенциалы движут телом, а кинетические причины, монизм кинетический в метрической теории летит обратно. Так вот, оно вылетает из центра с ускорением, то есть генезический отскок с начальным координатным ускорением, а потом монотонным уменьшением уже и физической координатной скорости. Но если это так, то это вот то же самое, что Хаббл намерил. Мы сейчас в стадии начального отскока живем под черной дырой, потому что если массы очень много и мы в пределе черной дыры очень плотная сейчас метагалактика, она, естественно, расширяется, отскакивает от того равновесного состояния, расширяется. Если она расширяется вот с такой скоростью, то по той вот формуле ускорения, которую я вам показывал, она вычитается вот шеймерской теории, можно найти, что и ускорение будет профессионально уже квадрату хаббловской константы. То есть ускорение везет профессионально хаббловской константы. Через хаббловскую константу и через ускорение мы вот можем найти вот эти там параметры того, той формулы, я вот сейчас к ней вернусь. вот это такой закон Ньютона и для сильного, и для слабого поля. И для сильного, и для слабого поля. Тут вот R это с какой высоты бросили, R это текущая координата, R0 это как раз масса центра. Ну так вот, если речь идет о метагалактике, то массу центра мы R0 большое, через хаббл находим и вычитаем из теории Эйнштейна эту массу метагалактики здесь 53-й. А потом астрономы смотрят телескопы и тоже независимо эту массу подсчитывают по галактикам. И у них получается та же самая величина. Случайно так 53 порядка не наберешь. То есть эта теория работает. Это говорит о том, что расширение Хаббла, оно как раз, оно же координатное, оно и связано с тем, что вот состояние отскока, но при этом все остывает. При расширении система вся остывает, так как умовская энергия увеличивается. Все наше тепло кинетическое ныряет в эфир умова, который растет при этом расширении. Ну, в общем, это все, что я хотел сказать потому, что мы бросаем в потенциале в таком камень, а этот потенциал будет и для электродинамики, и магнитные силы сюда можно подцепить. И вообще много вот на это смотрю, как все это одним потенциалом ворота описать. И вот, может быть, Николай Владимирович мне, а Владимир Николаевич мне, а я ошибся, Николай Владимирович, извините, Николай Владимирович мне поможет это все сделать. Ну, все, спасибо большое. Спасибо, Игорь. Спасибо, Игорь Ильманович. Вот у меня просьба, я всегда это забываю. У меня просьба и к Игорю Ильмановичу, и к другим выступающим, пожалуйста, присылайте после выступления свои презентации. Это очень важно. Я второй раз слушаю выступление Игоря Ильмановича на эту тему. Первый раз слышал у него на на темпоральном семинаре. Вот, и уже больше понимаю. А если он еще пришлет свои слайды, которые я спокойненько в тиши кабинета рассмотрю, я думаю, что я буду понимать еще больше. Поэтому, пожалуйста, присылайте свои презентации, и мы их через просверну вывесим на всеобщее обозрение. Еще раз спасибо. И вторым у нас выступает, Игорь Ильманович убрал свою презентацию, вторым у нас выступает Филипп Иванович Васихайло, он там торопится на другой еще вебинар. Вот какая-то, видите, мощная деятельность онлайн. Филипп, пожалуйста, включайте. Так, меня слышно, да? Слышно, слышно, да. Сейчас немножко видно будет, я сейчас найду только презентацию. вон я нашел безопасности. и теперь выйти. Нет, нет, а мы еще ее не видим, Филипп. Так, сейчас пробую, а вот, наверное, что-то выйти из этого и демонстрация, да? Демонстрация экрана, зеленую надо, нажал, и что тут у меня участники, а самой демонстрации что-то я нашел. Демонстрации нету. Нет, а вообще мы экраны не видим, да? Показать. А, вот появилась, появилась демонстрация экрана, здорово. Так, ну, значит, я, конечно, еще раз поздравляю нашего юбиляра. Мы даже предвосхитили целую неделю уже даже больше отмечаем день рождения. Как-то Елисеев, значит, ну, хозяин Елисеевского магазина забыл поздравить Николая Второго с днем рождения. И через три дня опомнился, звонит ему и говорит, вот мы три дня уже отмечаем ваш день рождения, поздравляем. Ну, мы вот уже неделю отмечаем день рождения. Так что еще раз с юбилеем. Значит, многие задачи, которые я сейчас буду рассказывать, мы обсуждали с Николаем Владимировичем, даже написали, как ни странно, совместную работу на эту тему. И здесь я расскажу о некоторых поляризационных явлениях или свойствах так называемого динамического эфира. Что я подразумеваю под динамическим эфиром. Ну, всем вам хорошо известен фермигаз, да, или совокупность электронов, которые могут формировать некоторые структуры с протонами и с нейтронами, то есть атомы это получается, молекулы если, и так далее, если их больше, чем один атом. и, конечно, в итоге мы получаем кристаллы, которые являются совокупностью большого количества атомов и так далее. Значит, ну, в чем цель моего доклада? Это, значит, доказать слушателям семинара, что у любого визуализирующегося плазмоида, который многие здесь занимаются, особенно в связи с холодным термоядерным синтезом, существует электронная мембрана, стягивающая его силами сцепления и противодействующая его сжатию одновременно. Но то, что противодействует сжатию фермигаз, это этими вопросами занимался Френкель и, значит, до него еще Фишер вроде или, ну да, занимались этими проблемами. Дорогой Филипп, в левом верхнем углу там виден бокал. Нажми на бокал, у тебя кран больше станет. В левом верхнем углу бокал виден. Что-то этот стрелка, а вот, вот бокал есть. Вот так, да? Да. Ну и, значит, они показывали, что фермигаз противодействует сжатию, ну да, определенных, это белые карлики, там, ну, немножко нейтронные звезды. и когда противодействие прекращается, то возникают черные дыры. Однако, значит, фермигаз не только противодействует сжатию, но он и противодействует распылу структур, если они уже сформировались. Ну, это вот, так сказать, я это осознал, то есть, есть мембраны электронные. Ну, и вот, я попытаюсь вам кое-что рассказать. Ну, вот, например, так сказать, нами было открыто так называемое сжатие или физическое легирование материалов. Вот красные точечки, это, допустим, фуллерены, захватившие электроны. И фуллерен может захватить до шести электронов на один фуллерен. И вот так вот обжимая, они оказывают кулоновское сжатие структур, наноматериалов. К нами были, значит, проведены опыты с медью, с алюминием, с нанокристаллами, и внутрь таких порошков добавлялись фуллерены. Ну, и упрочнение оказывалось в 10 раз более прочное для меди, для алюминия чуть ли не в 20 на вот таких вот структурах. Причем сами кристаллики синенькие, они порядка 10-20 нанометров, а фуллерены порядка 1 нанометра. Ну, вот так. Теперь здесь нарисован кристалл нарисован, и мы видим, что вся поверхность кристалла на длину волны Дебройля электронов в атоме окружена такой вот фермигазом, который сжимает кристалл. Ну, используя эти идеи, можно рассчитать, зная плотность фермигаза и так далее, рассчитать давление, с которым сжимается любой кристалл. Ну, длина волны Дебройля протона в 43 раза меньше, а атомных ядер еще меньше, ну, и так как у вас больше вес. Таким образом, нами приведена структура любого кристалла. На самом деле, это и есть структура любого плазмоиды. То есть, электроны выскакивают, заряжают структуру положительным зарядом, и электроны начинают слабоэнергетично возвращаться в структуру и так далее. В результате таких, ну, как бы, исследований по возвращающимся электронам и по тем ионам, которые уходят из Солнца, нами был рассчитан заряд Солнца. 1400 кулон. Самое удивительное, что в 4,7 раза меньше заряд получил еще один тонн в 26 году, используя несколько другие соображения, но тоже, так сказать, базировался он на том, что плазменные структуры положительно заряжены. Ну, это привело к чему? К тому, что полностью объяснили солнечный ветер, то есть, не только, что уходят высокоэнергетичные электроны, которые поймать очень тяжело, в итоге возникает ЭДС для уже электронов, идущих в Солнце, так как оно положительно заряжено, и для положительных ионов, которые идут навстречу слабоэнергетичным электронам, и в результате мы получаем все то, что имеем. То есть, на самом деле, ток на Солнце равен приблизительно нулю, но за счет того, что высокоэнергетичные электроны всегда уходят из Солнца, а слабоэнергетичные идут на компенсацию ухода этих высокоэнергетичных электронов. То есть, ток равен нулю в итоге, а профиль у вас возникает постоянный во всей гелиосфере. То есть, от Солнца начинается, ну Солнце имеет заряд определенный, и его поле проникает во всю гелиосферу за счет того, что нет компенсационного заряда, который мог бы на радиусе Дебая скомпенсировать этот заряд. Ну вот, как бы так вкратце, что нам получено. Значит, в итоге таких вот соображений, используя идею Ньютона, что все, что творится в лабораториях, то творится и в космосе. То есть, это четвертый, так называемый, закон Ньютона. Силы гравитации работают везде и по одному и тому же закону. Но мы применили это к силам кулоновским и сказали, что все, что есть в лабораториях по газоразрядной плазме, то работает и в космосе. Ну и таким образом мы вот рассмотрели интерференцию гравитационных и кулоновских сил в гелиосфере, ну и получили те результаты, которых я вам сказал. Ну, что здесь вот еще интересно? То есть, если у вас кристалл некий, легируется физически фуллеренами, которые вытягивают на себя отрицательный заряд, то, значит, у вас получается увеличение электрического поля на поверхности такого нанокристалла. Это приводит к тому, что такой кристалл при ударах электронами свободными более интенсивно возбуждается и это приводит к усилению люминесцентных характеристик таких вот нанокристаллов физически легированных. Ну, здесь вот показан эффект, если у вас есть несколько положительно заряженных структур, то для электронов возникают точки либрации, так же, как и в обычной ньютоновой диаметрии, точку либрации L1, L2, L3 открыл Эйлер, L4, L5, когда эти структуры еще вращаются, открыл Lagrange. Ну, эти структуры для кулоновских структур открыл я где-то в 2010 году и опубликовал в журнале. Значит, ну, здесь вот показан эффект захвата электронов фуллерин. Мы видим электрон с минусом такая структура по мере того, как электрон приближается к фуллерену поляризованному, там плюсики вы видите и минусики с обратной стороны. Электрон ускоряется, размер его уменьшается, как бы, и он проникает во внутреннюю полость. Такая задача была решена мною аналитически. Справа мы видим потенциальный барьер, то есть задача была сведена к задаче Гамова, но Гамов интересовался потенциальным барьером, то есть проникновением через вот этот черненький прямоугольник справа, а я интересовался спектром или частотой волны Дебройля. R индукционная, то есть на какое расстояние электрон отходит от фуллерена. Теперь если мы имеем некий материал окрашенный или по поверхности фуллеренами, которые захватили электроны, то мы видим, что электроны, которые захвачены фуллереном, будут сопротивляться сжатию таких структур, разрушению их, ну и так далее. То есть это приводит к ряду полизационно- квантово-размерных эффектов, которые как бы нами открыты, исследованы. И вот здесь я их кратко собрал, пять штук. На самом деле таких эффектов у нас 13. Ну и эффект Казимира. Вот один из коллег Казимира, а именно Тео Вербек, обнаружил, что теория, используемая для объяснения вангервальцевых сил, развитая Фридзом Лондоном, не может адекватно объяснить данные его экспериментов по длинным молекулам. Они приклеиваются друг к другу так, что их оторвать невозможно было. Но Казимир как-то на это обратил внимание, и эффект стал называться эффектом Казимира, а не Тео Вербека. Ну вот как бы такой исторический факт. В чем значит заключается вообще эффект? Значит вот давайте я сейчас буду к своему эффекту подводить. Казимира вроде бы может быть кто-то знает, но тоже я потом об этом скажу. Вот здесь нарисован фактически молекула. Это два протона. Здесь значит есть электрон общий или силовой, который держит два протона рядом друг возле друга. И значит второй электрон является компенсационным уже. Проходит он внутрь или нет, но это уже не важно, потому что межядерные расстояния или межпротонные расстояния неслабо меняются для положительного молекулярного иона водорода. Здесь вот например три у нас есть. Значит что здесь может быть в таких структурах? Могут быть внутренние электроны, которые совершенно не взаимодействуют, дальше силовые электроны, которые держат ион в сгустке и компенсационные электроны. На самом деле если говорить о проникновении электронов или захвате электронов атомными ядрами, то и четвертый возможен случай, когда электрон попадая уже в ядро атомное модифицируется в нейтрон, там плюс оттуда что-то летит, не будем на этом останавливаться. Так вот четыре фактически типа электронов и электронных взаимодействий. Теперь посмотрим к чему это может приводить в эффекте Казимира или Тео. Значит в чем он заключается? Оказывается металлические пластинки ну либо молекулы притягиваются друг к другу если их расстояние невелико уже между друг другом. Значит что утверждает Казимир? Он утверждает что уже при маленьких Д вакуум не может генерить электромагнитное излучение в этих областях а вне значит пластинок происходит генерация такого электромагнитного излучения и вот оно давит на пластинки по эффекту там не знаю Столетова либо так сказать определил он это или не определил давление вопрос открытый и тогда у вас получается что работа вакуума приводит к тому что пластинки постоянно притягиваются друг к другу значит что касается нас чего мы изобрели мы изобрели простую вещь раз у вас есть фермигаз и на пластинках есть какие-то оболочки электронные то при определенных расстояниях фермигаз уже не может находиться в этом размере если он меньше длины волны Дебройля самого слабоэнергетичного электрона который находится в этой пластинке и далее мы действуем таким же образом значит электроны выходят сюда здесь у вас плюсики электроны бьются поверхность и притягивают пластинки друг к другу формируя силовой слой в общем-то который стягивает эти структуры друг к другу все эти вещи были сравнены ну и рассчитаны можно это все посмотреть значит в вот этих вот успехи прикладной физики значит третий и пятый номер за 2015 год там все это подробно описано изложено все эти эффекты ну и здесь вот еще самое главное мы рассмотрели когда решали задачу такую то оказалось что есть аналоги квантово-размерных эффектов в обычной физике почему по причине того что значит явления которые возникают в гидродинамике фактически имеют аналоги и в квантовой механике захват электрона в пол и фуллерен фактически аналогичен так сказать проникновению капли в стакан с кофе и формирование обратной капли поднимающейся вверх то есть это так называемая косинус волна и вот оказалось что спектры в фуллеренах тоже имеют косинус волны но это некоторое такое пояснение что же такое так сказать волна Дебройля вот оказывается в акустике в обычной косинус волны они существуют это и сонолюминесценция и вот такие явления как вот здесь мы видим капля поднимается вверх после того как она сначала упала вниз ну здесь вот такое разнесение процессов связанных с явлениями действительно вот проникновение капель отражение их как в виде волн и опять собирание в виде частицы ну пожалуй наверное я на этом буду заканчивать так как уже время много но вот такие явления мы исследовали и показываем что многие явления которые раньше казались нам непонятными они вполне имеют определенное объяснение с точки зрения учета фермигаза или мы учитываем полизационные явления или динамический эфир и он пронизывает все пространство вокруг плазменных кумулятивно-диссипативных структур от ферми мира до макромира это возвращает нас к идеям Маха Мах говорил что масса определяется всем так сказать космосом ну ну все на этом я закончил спасибо Филипп Иванович спасибо Филипп убирайте пожалуйста свою презентацию сейчас там красненькое есть что-то вверху обычно да все спасибо 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 вам так друзья у нас есть такая у нас есть такой выступающий Шипов Геннадий Иванович но он к сожалению сам не может участвовать сейчас потому что он он извинялся очень Николай извинялся и прислал очень хотел присутствовать но сегодня в 18 часов вебинар в котором он участвует в другом месте семинар даже такой личного присутствия офлайн но он прислал очень интересный доклад видео это новый опыт для меня как вот для ведущего я попробую сейчас запустить эту попробую сейчас запустить эту запись и мы ее послушаем это запись это не личное выступление но тем не менее это нам тоже будет интересно вот новый новый входящий пожалуйста выключайте сразу звук вот юка вы вообще так назвали себя фамилии нет но я вас запустил и звук выключил это я вас выключил это не вы я запускаю пробую запустить демонстрацию значит вот этого вот эту демонстрацию пробую запустить вот я сейчас спрашиваю вы видите вот эту демонстрацию сейчас видим здорово здорово да да видим я ее запустил дорогой николай владимирович мне очень приятно поздравить вас сегодня с днем рождения с юбилеем и отметить что я буду рассказывать о вашей работе которую я очень высоко ценю эта работа дала много для российской науки поскольку вы оказались в ряду учеников великого физика Луида Бройля и продолжаете работу по совершенствованию уравнений плантовой теории это великая честь быть учеником в такой очень сильной и известной группе физиков и вот сегодня я вам буду рассказывать то что означает работа Николая Владимировича Самсоненко Моё выступление называется квантовое обобщение уравнений Максвелла нам всем известны уравнения Максвелла они вот здесь сверху написаны в четырехмерном виде значки И и К пробегают четыре значения вакуумное уравнение в том смысле что в правой части этих уравнений отсутствует заряд то есть эти уравнения записаны для свободных электромагнитных полей вот уравнение один выполняется из-за того что в нем стоит антисимметричный тензор электромагнитного поля Ф и К и вы видите какую структуру имеет этот тензор он действительно антисимметричен и в силу того что дифференцирование симметрично по индексам и К то вот вторая производная от этого тензора всегда равна нулю второе уравнение это тоже следствие определения тензора электромагнитного поля и это есть просто циклическая перестановка по индексам так что можно сказать что уравнение 1 и 2 это просто тождественные соотношения решение этих уравнений можно искать в виде комплексных полей вот как здесь записано а действительная часть этих вакуумных уравнений записано справа вот смотрите EY если мы возьмем Декартовую систему координат X Y Z и направим распространение плоской волны вдоль оси X то вот мы получим такое решение что EY меняется вот по такому закону и HZ магнитное поле меняется по такому закону это действительные поля мы всегда в классической электродинамике имеем дело в эксперименте с действительными полями интенсивность полей можно записать следующим образом как произведение комплексно сопряженного комплексного поля E на поле E вот с таким коэффициентом E0 это есть электрическая снициаемость вакуума ну и плотность полей мы вообще говоря в эксперименте всегда измеряем плотность полей наши приборы так построены и плотность полей вычисляется по этой простой формуле формуле есть также вектор формула поэтинга мне бы хотелось сказать несколько слов о законе сохранения фазового объема дело в том что в общем случае в эксперименте мы имеем плоские волны мы не плоские волны изучаем и мы изучаем всегда некоторые образования из плоских волнов то есть волновые пакеты а волновые пакеты содержат разные частоты разные волновые вектора поэтому используя фурье преобразование мы как бы вводим фазовое пространство для плоских вол и если мы рассматриваем плоскую абсолютно плоскую волну то она простирается от нуля до бесконечных количеств и волновой вектор kx имеет одно значение нет разброса координата может 50 до каждой точкой плоской волны поэтому координата плоской волны держания определим точно волновой вектор конечно произведение разброса координат на разброс волновой вектор для Пап! Да, мой коротенький, привет, моя зона! Как и стой! Геннадий, выключите, пожалуйста, свой звук! Выключите! Тихо, мучайте! ...постоянное сохранение... ...пакет сжимается в точку, а это может быть, потому что в теории обобщенной функции мы знаем, что это функция не рака, то есть точный объект можно представить как сумму... ...плоских волн, и в этом случае у нас будет, как бы, координата 3x разброса, теперь минимальная, почти 0, и мы точно знаем координату, но число плоских волн, составляющих пакет, будет разбросан до бесконечности. Если мы, вообще говоря, вспомним, что волны распространяются, плоские электромагнитные волны по поверхности конуса, а на конусе, вы знаете, расстояние между двумя точками всегда равно 0, ...вот из этого соотношения мы получаем, что 0 равно дельта к, умноженное до дельта к равно констант, значит дельта к должно быть равно бесконечности. То есть если мы точно знаем координату, то бесконечный распространяется импульсом, и их произведение равно константе. Это предтеча того, что в квантовой механике называют соотношение неопределенности кайфа. И вот я перехожу к экспериментам, которые выводят нас за рамки классической электродинамики Максового Лоренца. Это прежде всего эксперименты, которые обнаружили, что спектральная плотность равновесного излучения абсолютного черного тела не соответствует теоретическим моделям, которые были построены в рамках электродинамики Максового Лоренца. В рамках электродинамики Максвелла существовали кривые теоретически описываемые достаточно хорошо. Это кривые демастерии Макардино. А вот для высоких температур, для спектральной плотности были кривые релеэффенса. Они тоже хорошо описывались в рамках классической электродинамики. А вот некий интервал, где средних, так скажем, температур, здесь был разрыв, кривые как бы не соединялись друг с другом. И вот благодаря работам Планка были найдены кривые, которые хорошо описывают экспериментальные данные. Только в том случае, если энергия электромагнитного поля пропорционально не обведут, как мы ранее показали на формулах, а пропорциональной частоте при этом появляется некая новая константа H. И вот эта формула, она совершенно не укладывается в рамки электродинамики Максвелла. То же самое касается и наблюдаемых дискретных спектров различных атомов. Казалось бы, что электрон, который движется вокруг ядра по устоянному, он должен излучать. И он, во-первых, неустойчив на этой проекторе, должен терять энергию упасть на ядро, но он не падает. Кроме того, он должен излучать непрерывный спектр. Однако наблюдения показывают, что существует в серии Лаймана, Байдмара и других, и другие в серии дискретные, которые показывают, что нет электронов, не излучаясь, переходя с одной орбиты на другую дискретным образом. И вот были правила плантования бора, плантования углового импульса и плантования энергии при переходе с одной энергии на другую. Это все увязывалось с плантовыми формулами Планка Эйнштейна. И, наконец, Дебройль в 23-м году вводит новое физическое поле. Это поле, которое описывает физические процессы, поэтому оно обязано быть физическим. Так называемую волновую функцию. Он берет просто обычную плоскую волну, так же, как и электромагнитная. Вот имеющие полуновые векторы координаты здесь, показатели комплексные. И, используя соотношение Планка Эйнштейна, подставляя сюда эти соотношения, он находит волну в таком виде комплексную, для которую Шридингер в 26-м году пишет уравнение Шридингера. И с помощью этого уравнения, используя Валму Дебройль, прекрасно удалось расшифровать дискретную структуру атомных спектров. Оказывается, что можно вести комплексное обобщение электродинамики Максвелла и получить уравнение Шридингера или типа Шридингера. Значит, вот берем вакуумное уравнение Максвелла, без зарядов, свободное вакуумное уравнение, и вводим комплексное поле, вот такое вот, F равное, E плюс-минус и H. Оказывается, подставляя вот это соотношение, в эти уравнения мы можем свести четыре уравнения к одному вот такому уравнению. И мы видим, что у нас ротор от F, от этой комплексной волновой функции, ну, пока мы не будем говорить, что она волновая, но дальше мы это скажем. Значит, вот мы ввели такую комплексную функцию, и ротор комплексной функции может быть представлен через εαβγ, где это символ Леви-Черита, полностью антисимметричный по всем трем индексам, и представить ротор этого поля нового вот таким образом, таким образом используя символ Леви-Черита. Но оказывается, что сам символ Леви-Черита, он связан с генераторами группы вращений, которые описывают внутреннее вращение нашего электромагнитного поля. А что это такое? Это поляризация электромагнитного поля, она может быть плоско поляризованной, поляризованной по кругу и так далее, электрически поляризованной, и все это описывает изменение спина электромагнитного поля, потому что поляризация связывает с собственным вращением или со спином. Вот это если мы пользуем эту формулу и подставляя все это в уравнение для комплексной волны, вот для такой комплексной электромагнитной волны, мы получаем уравнение Шринингера для фотона. В следующем виде, где здесь у нас имеется импульс фотона, оператора импульса фотона, и спин фотона, в данном случае он вообще говоря равен единице, и мы приходим к выводу, что что F представляет собой волновую функцию фотона, записанную в координатном представлении. То есть, вообще говоря, в теоретической физике на сегодняшний день в учебниках не существует волновой функции для фотона, записанной в координатном представлении. Но вот этот подход, развиваемый группой Николая Владимировича, он позволяет записать, представить, значит, волновую функцию фотона в координатном представлении. Это колоссальное достижение. И в этом направлении существует еще много разных возможностей. Я думаю, что работа Николая Владимировича, это весьма значительная работа в нашей российской физике. Лично я продолжаю его развивать идеи и продолжаю находить некие новые аспекты вот такого подхода к квантованию электромагнитного поля. Спасибо за внимание. Всем вам успехов в работе. И еще раз поздравляю Николая Владимировича с его юбилеем. И я желаю всяческих творческих успехов в будущем. И мы надеемся, что еще много увидим прекрасных статей в вашем исполнении. Спасибо. Ну вот, друзья, я остановил демонстрацию. У меня есть замечание для Геннадия. Геннадий, у меня просьба, не включай, пожалуйста, звук. Вот ты там включил, Тарасенко. Вот включил звук, у тебя там дети бегают. Я тебе уже делал это замечание. Извини, пожалуйста, но вынужден второй раз это просить, следить за этим. Но ты потом среагировал. Спасибо. Так, вот мне кажется, я не знаю, слышно было или нет. Вот может быть кто-то подтвердит, что был слышен звук. Дима Баранов, слышен был звук? Слышно было, да. Единственное, что наложилось картиночкой, его лица не было видно. Вместо глаз и носа был Валерий Николаевич. Такая накладка. Ну, извините, он наивно пил чай, да. Да, да. Небольшая накладка произошла. Но, тем не менее, такой первый опыт демонстрации записи выступления у нас есть. Так, друзья, у нас, Дим, спасибо, выключай, пожалуйста, себя. Значит, вот, я себя включаю. Так, у нас выступили Булыжинков, Шипов, Вазикайло. Пожалуйста, Федор Сергеевич Зайцев, ваше слово, пожалуйста, вашу демонстрацию вывешивайте. Спасибо, Валерий Николаевич. Так, сейчас нажимаем демонстрацию экрана. Выбираем презентацию. Подожди, мы еще не видим, подожди, мы еще не видим твоя демонстрация экрана. У нас пока она не возникла. Вот, запустилась она. Запустилась. До Америки все-таки свет медленно летит. Да, нет, но я-то вообще-то в Московской области. Нет, ну, ты-то ты-то, но вот эта вся зумовская система, она через Америку. А, в этом смысле. От тебя ко мне, от меня в Америку, из Америки назад, и потом всем раздается. Да. Слушаем, Федор, пожалуйста. Спасибо, Валерий Николаевич, за приглашение выступить на вашем семинаре. Я наступаю. Вот, и хочу сразу дать оценку, что на высоком уровне организации доклады, которые я уже в записи смотрел, не всегда удается, значит, вот, что ли, чтобы время совпало. Вот, сегодня мы еще раз отмечаем масштабное событие масштабного человека. Вот, ну, поздравления я в конце скажу. Вот, семинар посвящен Николаю Владимировичу Самсоненко, 80-летию. И речь пойдет здесь тоже о масштабных, что ли, эффектах космических. Это эфирная интерпретация аномалий орбит первых спутников фон Брауна. Здесь этот материал новый совершенно, он был в конце зимы только получен. Вот, в конце апреля вышла наша с Владимиром Львовичем книга на английском языке. Два года переводилась, это был огромный труд. Там этот пункт 23.12. Ну, и PDF на русском тоже поддерживается, чтобы он был, что ли, up to date, там дополнение выпускается. PDF, это дополнение 4. Можно эти книги скачать бесплатно на сайте s21.ru. И там много других материалов и книги по отдельности моей и Бычковой. Так что я приглашаю это сделать. Главные цели доклада... Ну, поздравления я в конце скажу Николаю Владимировичу. Значит, главные цели доклада – это представление новых, качественных, а главное – количественных, количественная интерпретация аномалий орбит первых спутников, формулировка предложений о количественном исследовании течения эфира около Земли. Ну, и содержание совершенно естественное, введение некоторой мат-модели, а потом вот уже по существу дело. Ну, я не все буду озвучивать, что на слайдах есть. Еще раз напомню, что мы применяем новый подход к изучению фундаментальных явлений природы, основанный на методологии математического моделирования. Наверное, вот в этом сообществе единственный, кто последовательно вот эту методологию применяет, значит, и получает результаты вот такого рода. Значит, используется гипотеза о наличии физического вакуума. Здесь эфиры, физический вакуум – это синонимы, в котором происходят все процессы. Еще раз напомню, что основная задача данной методологии – это практическая. Это именно на основе понимания процессов, на основе мат-моделей, создания концепции устройств, расчета их конструкции, условий применения, в отличие от, например, многих, что ли, разделов теоретической физики. Ну, и еще раз тоже подчеркну, что вместо теории относительности и квантовые механики, если их рассматривать как математические модели, здесь рассматривается совершенно другая математическая модель пространства и природы. Теория относительности к квантовой механике и квантовая механика не оспаривается, не обсуждается, значит, просто предлагается другая модель. Для исследователей всегда важна моральная поддержка, особенно, когда представляются новые результаты. Так вот, Николай Владимирович, один из первых, если не первый, публично оценил значение нашей с Владимиром Львовичем книги по эфиру, а первая книга, первое издание вышло в 2016 году. Я вот процитирую его высказывание на его же семинаре еще 17-го года. «Так должно быть, некоторые вещи для меня всегда были очевидны, книжка замечательно написана, так красиво и элегантно изложена, что я был потрясен. Ехал домой, пролистал ее, потом засел без ужина и в 5 утра закончил. Прочитал на одном дыхании. Рекомендую». Это прям дословно с видеозаписи, значит, взятый цитат. Ну и действительно, вот надо сказать, что на настоящий момент, а второе издание вышло в 2019 году, оно уже стало распространяться так активно, более 7200 скачиваний. Конечно, для научной литературы именно физико-математического содержания это очень высокий результат. Сейчас доступна с конца апреля уже книжка на английском языке, там мало пока скачиваний, но время еще не прошло. Модель я тоже много раз рассказывал, повторяться не буду, слайд есть. Отмечу лишь, что здесь два главных уравнения. Это вот уравнение неразрывности, сохранение количества материи и уравнение, второй закон Ньютона фактически. Значит, вот хочу здесь подчеркнуть, что это уравнение, конечно, записано в точке, как и вся матфизика, но здесь присутствует производный по пространству, значит, вот градиент R. А производная подразумевает существование функций в окрестности, если мы вспомним математику, матанализ. То есть это не для точки записано, а для среды именно. Вот из-за того, что здесь фигурирует частная производная, где функция должна быть определенная в окрестности. Отличие от газогидродинамики в том, что R. ходит здесь, как во втором законе Ньютона для точки, именно под производную по времени. В газогидродинамике она стоит перед производной по времени, и отсюда совершенно радикальные другие свойства, хотя, казалось бы, такое простое отличие на первый взгляд. Так вот, показано, что из вот этих простых, собственно, соотношений следуют вообще все законы физической электродинамики и гравитации именно математические. Вот из двух соотношений. Здесь они перечислены, значит, это ссылки на страницы в книге. Я не буду их тут озвучивать. В физике эти законы – опытные факты, не связанные логически друг с другом. Здесь это логические математические следствия вот таких двух простых соотношений. Ну, из них главное, конечно, второй закон Ньютона и закон сохранения количества движения для среды. Вот отсюда сразу следуют два глобальных вывода и в методологии матмоделирования, что эфир существует и в методологии экспериментальной именно физики, а не теоретической, которая обобщает опыт. Раз законы, наблюдаемые в эксперименте, следуют из этих двух, значит, надо признать существование эфира. Ну, и вот на таком прочном фундаменте можно изучать, конечно, самые сложные явления, что мы и делаем, главным образом, необъясненные явления природы, в том числе вот аномалии движения в космосе, о которых пойдет сейчас речь. Но здесь я хотел бы вот небольшое отступление сделать. Вот теория относительности квантовой механики в теоретической физике, если их рассматривать, конечно, как математические модели природы, вот в этой методологии, они уступают данные, потому что из уравнений Максвелла или уравнения Шреддингера пока математически не получены перечисленные законы. То есть фактически теория эфира дает единую теорию поля. Ну и далее вывод какой? Что более адекватное понимание природы влечет, значит, новые технологии, приводит к новым технологиям. Ну вот на удивление, книжке уже пять лет, а статья еще раньше появилась, РАН никак не реагирует вот на этот фундаментальнейший результат. Ведь 150 лет со времен Максвелла и Фарадея в науке стоял вопрос, что вообще первично? Механика Ньютона, ну для среды, конечно, здесь идет речь о для среды, или уравнение Максвелла. Собственно, теория относительности и строилась, это признание уравнений Максвелла, там преобразование Лоренца и пошло-поехало все вот эти эффекты. Так вот, оказывается, математически все-таки первично Механика Ньютона, а там повторично, в книге это обсуждено, теряются эффекты в уравнениях Максвелла, там различные, в том числе Галилеевые варианты, все это обсуждено. Так вот, казалось бы, организация, которая должна заниматься фундаментальными исследованиями, собственно, способствовать новым технологиям, никак не реагирует, как организация, отдельные академики интересуются. Вот, а в целом, ну, никакого внимания, конечно, это удивляет. Более того, вот я знаю из обсуждений, что отдельные представители, отдельные академики, ну, мягко говоря, как-то, что ли, прижимают, или относятся, значит, таким, надо слово правильное подобрать, но с непониманием, или притеснением, вот так вот, семинаров, в которых мы участвуем, в том числе, вот семинар Николая Владимировича, в РУДН, семинар Бычкова, вот семинар, который здесь пока еще не подвергся, я надеюсь, влияние вот этих, значит, здесь надо как-то, ну, противостоять этому, значит, если что-то они имеют против, ну, пусть выступят на семинаре, очно у Николая Владимировича, там, у Бычкова, у Валерия Николаевича, выскажут свои соображения, что им не нравится. А без этой площадки невозможно, потому что вот многие факты, здесь мы оперативно обмениваемся, я вот хочу привести, пример экспериментов Лепешкина, блестящих совершенно, которые прозвили вот то, что делали экспериментально Толман-Стюар, ну, как о них узнаешь? Да никак просто. То есть, такие площадки нужны, они должны, значит, существовать, вот небольшое отступление. Теперь по теме все-таки доклада. Значит, интересные факты о ракете Юпитер-Си, которая запустила первый американский спутник Explorer 1 в 58-м году, были опубликованы Хогландом. Это где-то начало 2000-х годов, в двух статьях. Здесь вот ссылки на английском языке, приведены на русском, и также некоторые информации, представленные в Википедии. Вот пользуюсь случаем Евгению Гуглеву, большая благодарность за то, что он обратил мое внимание еще аж в марте 2019-го года на вот эти материалы. Ну, вот как-то я их рассматривал, рассматривал, зимой появилось время и, значит, довел, что ли, до результата. Значит, аномалии вот этого спутника Explorer 1 были замечены уже на его первом обороте вокруг Земли. Период орбиты был на 9 минут дольше, чем прогнозировалось, а высота Перигея и Апогея тоже была больше, то есть Перигея где-то на 100 с лишним километров, а в Апогее аж на тысячу, примерно тысячу километров. И самое интересное, что аналогичные аномалии наблюдаются в орбитах спутников еще, значит, Explorer 3, 4 и 3 спутников Вангард. То есть в шести спутниках наблюдались вот эти аномалии, аналогичные. Ну, вот здесь точка запуска показана, вот первая орбита, здесь белая, это реальная траектория, а красная расчетная. Так вот, утверждается, Хогланд утверждает, что фон Браун до конца жизни искал объяснения аномалиям орбит, но безуспешно пересматривались расчеты, там все ли были учтены, и прочее, прочее, все инженерные конструкции, значит, переписывался он с физиками, вот по альтернативной именно физике, и инженерами, ракетчиками, но ответ не был найден. Вот расчеты Хогланда показали, что превышение спутником Explorer почти на тысячи километров в Апогее не может быть объяснено большей эффективностью, в общем-то, компонент ракеты. У него подробно это расписано, можно посмотреть. Дальше он провел анализ развития ракетной техники СССР и США и сделал вывод о том, что причины отклонения орбиты Explorer 1 были вращающиеся части ракеты Юпитер-Си. Затем, ссылаясь на эксперименты Брюса Де Пальма с вращающимися телами, Хогланд предложил качественную некоторую интерпретацию аномалии траектории с помощью концепции торсионного поля и добавления вращающимся объекту и химическим реакциям свободной энергии из гиперпространства. Ну, вот здесь можно опять в очередной раз улыбнуться. Дальше вот этих утверждений ничего не идет. А какой механизм? Что за торсионные поля? Что за источник? Как они влияют? И прочее, прочее. Это там ничего не раскрыто. Ну, много рассказывается про Брюса Де Пальму, про его эксперименты, но вопроса нет. Здесь мы дадим другую интерпретацию на основе теории эфира и сравним результат. Значит, вот особенностью этих ракет первых было то, что они содержали вращающуюся сборку формы трубы, в которой были вторая и третья ступень. Вот здесь они показаны, вторая и третья ступень в трубе. Значит, вращение использовалось для того, чтобы устранить дисбаланс тяги при сгорании отдельных топливных элементов. Вот здесь показаны эти топливные элементы. А четвертая ступень имела один топливный элемент и не вращалась. И вот труба эта раскручивалась еще до старта. Здесь показано направление движения ракеты и направление вращения вот этих компонентов. Ну, вот хронометраж выхода на апогей в секундах такой. Старт в некоторый момент времени, через 155 секунд отделение первой ступени, через 262-й и 3-й, через 6-й и 4-й, и достаточно долго, почти час, это достижение апогеи. Так вот, линейная скорость вращения трубы выравняется омега на r, омега угловая скорость, здесь вот радиус-вектор плоскости перпендикулярной оси ракеты. И в пункте 23.3 книжки показано, что установившаяся скорость вращения эфира в трубе близка к линейной скорости к этой v. Имеем взаимодействие двух потоков. В объеме трубы, где поток имеет скорость v, накладывается внешне по отношению к трубе скорость u потока эфира около Земли. Ну, оно порождает в объеме эфира именно в трубе обобщенную силу Жуковского, это ссылка в книжке, ну, это фактически, опять же, следствие второго закона Ньютона, там все из него следует. Формула тут выписана, я не буду комментировать все эти обозначения. Отмечили, что подъемные силы крыла и эффект Магнуса, это частный случай обобщенной силы Жуковского. Ну, про плотность эфира в механических единиц кавэ и у скорости для того, наш элемент объема. Значит, оценка сверху дальше будет сделана, предположим, что на всю трубу действует сила, ну, вот та, которая возникает в эфире, то есть она вся передается трубе. Ну, интегрируем здесь по объему трубы, получаем, значит, вот такую формулу для силы. Теперь рассматриваем траекторию только с момента времени Т1, после которого первая ступень отделялась, потому что она очень массивная и вот эта сила, тут уже численное значение приведено, конечно, она мало влияла. Теперь дальше еще предположения. Отсутствует, конечно, подробное описание движения ракеты Юпитер-Си и модели, по которой прогнозировалась траектория, может, там в модели что-то не так, ну, утверждает, что вроде все так. Мы рассмотрим только возмущение траектории ракеты под действием силы, обобщенной силы Жуковского. Конечно, такая оценка даст только порядок величины возмущения. Значит, уравнение движения на промежутке от стыковки первой ступени до второй, это масса вот этих второй-третьей ступени, масса четвертой, масса спутника, ну, значит, превращение скорости на время и сила. Значит, на следующих участках ступени уже сила, на следующих участках сила не действовала, но смещение оставалось за счет приданной скорости ранее, вот этой дельта В3, она увеличивалась, здесь видно, так сказать, все это достаточно просто, вот момент Т-23. Теперь, подставляя все значения, это была кропотливая работа по этим статьям, выискивать там, какие у них массы, там, какие вот эти данные, ну, вот это все было сделано, и скорость гравитации эфирного потока вокруг, около Земли, вот оценка там, приведена в книжке, 2 на 10, 8 сантиметров в секунду, получаем, что смещение в апогее порядка 500 километров, ну, в направлении вот вектора перпендикулярного движения ракеты и гравитационному потоку эфира вокруг Земли, он имеет компонент, направленный к центру, поэтому, значит, смещение, в том числе, в космос провалили. Ну, теперь надо учесть, конечно, на качественном уровне, что орбита расширялась также из-за ослабления силы тяготения с увеличением расстояния, и вот утверждается, в том числе, вот, шибов, что вращающийся объект может терять вес. Вот, к сожалению, я все время на этих выступлениях спрашиваю, если кто-то видел вращение волчка в вакууме, значит, с потерей веса, было бы интересно, ну, в вакууме на Земле, было бы интересно посмотреть какие-то, потому что все показывают вращение волчка в воздухе, но там подъемные силы возникают, известные, вот, самолет, когда приземляется, значит, ему трудно приземлиться, потому что там слой возникает некоторый, но таких экспериментов нет, в принципе, возможен. Учитывая вот эти факторы, можно утверждать, что по порядку увеличены, конечно, отклонения спутника, вот, реальные, от расчетных тысячи километров в апогее, они объясняются, вот, именно возникновением силы Жуковского для вращающегося объекта, значит, в эфирном течении вокруг Земли. Ну, отсюда сразу следует предложение, как можно исследовать эфир, движение эфира вокруг Земли. Достаточно, можно запустить две одинаковых ракеты, простые совершенно, со способной вращаться компонентой. Компонента не должна соприкасаться с воздухом, чтобы эффект магнуса не возникал в воздухе именно. В одной ракете компонента должна оставаться неподвижной, а в другой вращаться с большой скоростью, но только на некотором участке траектории. Ну, и тогда теоретически можно оценить разницу в траекториях, оценить скорость течения эфира на участке траектории, где компонента вращалась, и установить соответствие между скоростью эфира и высотой над Землей. Вот такие эксперименты, конечно, они, наверное, не дешевые, но крайне интересные и важные. Теперь заключение. Два важных вывода. Получено еще одно подтверждение существования потока эфира около Земли, имеющего величину скорости, ну, здесь по модулю порядка 2 на 10,8 сантиметра в секунду. То есть вот такие совпадения с такими масштабными что ли экспериментами, если их можно назвать, вот эти первые пуски до еще шести ракет, просто так, значит, захочешь, не сделаешь. Ну и прогнозирование траектории вращающихся объектов в космосе при наличии внешнего потока эфира требует ученого обобщенной силы Жуковского. Вот второй вывод. Ее, кстати, физика вообще как-то забывает. И вообще взаимодействие вихрей, ведь она описывает не только взаимодействие вихрей, там частично проницаемого для течения тела и так далее, она выпала из физики. То есть совсем очень кратко и прочее. Даже можно сказать почему, потому что там сразу возникает член В векторно-набе и, значит, сразу ассоциация с силой Лоренса и так далее. То есть, значит, вот эти вещи, они тоже надо иметь их в виду, что эта сила играет очень важную роль во многих процессах. И теперь я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Наилучшие пожелания Николаю Владимировичу в связи с 80-летием, Владимиру Львовичу Бычкову в связи с 70-летием. Вот мое день рождения попало между ними у меня 19 мая. Дата не круглая, 58 лет. Но, конечно, это ученые выдающиеся, это ученые, которые продвигали и продвигают новые теоретические идеи, связанные с этим сложности, так сказать, преодолевают. И желаю главное крепкого здоровья и новых творческих успехов. Спасибо. Спасибо, Федор. Спасибо, Федор. Да, спасибо, Федор Сергеевич. Федор, убирай свое. Ага, убрал, молодец. Друзья, ну, у нас все вот нарушают значит, регламент. Я вас не прерываю, потому что все доклады очень-очень интересные. Но у меня просьба у нас осталось три человека. вот, ну вот, попробуйте держаться регламента. Валерий Николаевич, я ровно 20 минут, я секундомер включил. 20 минут там и несколько секунд. Так что я не нарушал. К моему секундомеру 22 минуты. Не, 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 я включил ровно. Того, того стоит. Молодец. Спасибо за представление, за презентацию. Кстати, пришли, пожалуйста, слайды. Напоминаю вот всем, кто выступал. Хорошо. Ирина Борисовна, пожалуйста, свою презентацию включайте. Вам слово. Включите, включите звук вашего микрофона и нажмите зеленую клавишу демонстрации экрана. Ой. Вот мы вас увидели, такую красивую молодую женщину. Вот. И теперь внизу зеленую клавишу демонстрации экрана нажимайте. Да, она у меня... Да, мы видим ваш экран. Здорово. Молодец. Так, можно? Ой, извините. Можно, да? Вот тут Николай Владимирович учил, 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 учил. Вот у вас в левом углу, он назвал это бокалом. Вот нажмите, это сразу все увеличит, как бы, вашу презентацию, чтобы слева, слева, слева вверху. Зелененькая такая. Выше, выше, еще чуть-чуть выше. Сантиметр выше. Вы в сторону, направо пошли, а выше чуть-чуть. Ну, слайды тогда включите, вот слайды, слайд-шоу вот, слайд-шоу. Нажмите, а потом сначала, да. Ну, с текущего слайда можно, да. Нажать нужно, нажать нужно. Ага, вот, все здорово. Спасибо, Михаил Михаил Владимирович. Основателю, бессмертному ведущему, бессмертному ведущему, я надеюсь, семинара в РУДН. С 80-летним юбилеем и 30-летним юбилеем семинара. Дорогой Николай Владимирович, разрешите присоединиться к хору ваших поздравителей. Просто не верится, что такой юбилей и у вас. Вы всегда активный, оптимист, неутомимо сеющий, доброе, разумное, вечное. Всегда спасибо за все, за ту сотню семинаров, проведенных в РУДН по теме и объединяющих близких людей по духу, не покидающие вас чувства юмора, которым вы приправляли научные семинары, за то, что привлекали на эти семинары не только сограждан, но и коллег из ближнего и дальнего зарубежья, за новости науки, которым вы подчиняли нас на этом семинаре, за все, несомненно, полезное. Если бы не пандемия, количество семинаров значительно увеличилось бы. Кроме общения с людьми, близкими по духу, семинар всегда имел еще одно замечательное достоинство. Он всегда, вы его всегда начинали с обзора последних публикаций по новостям науки в мире. Это были, ваши семинары были контактом со множеством интересных российских ученых, кончавшихся сотрудничествами, иногда очень полезными для продолжения работы. Для меня лично тоже ваш семинар сыграл очень большую положительную роль. На вашем семинаре я познакомилась с огромным количеством интересных личностей, с некоторыми из них получились общие исследования и более глубокие контакты. Например, с Владимиром Муромцевым, потом с его другом, с другом его аспиранта Гавритенковым Дмитрий Владимирович, который не только был краснодипломником и поддерживал официально и финансово работу в Луче. С Родионовым Борисом Стиновичем, который я прослушала курс лекций по ядерной физике в ЛАБРАТОРНЫХ и семинарах участвовала. С Алла Александровна Корниловой. Публикации со всеми им были на российских и международных конференциях. Например, на ИССЕФ по 11, 12, 13. А теперь друг и соратник Муромцева Владимира Ильича Тимашева Сергея Федорович привлек меня в МИФИ. С этой работой я и готовлю познакомить, готовлюсь познакомить вас сегодня. Тимашев Сергея Федорович тоже просил передать вам свои супертеплые пожелания и поздравления. Вот столько положительных явлений в моей жизни благодаря вам и вашему семинару. А сейчас, дорогой Владимир Николаевич, главное продолжать... Николай Владимирович. А я что? Владимир Николаевич. Владимир Николаевич. Ох, заигралось. Теперь главное продолжать жизнь без каких-либо потерь и не терять ни оптимизма, ни здоровья, ни интереса к жизни, ни науке. Всего доброго от всех тех, кто лично не смог за свидетельством свое почтение. Немножко хотелось бы продемонстрировать, чтобы для всех мы вкнули кадры вашей, нашей интересной семинарной интернекционной жизни. Легендарная личность Жан-Кир Вежье, редактор Physics Letters, про которого вы неоднократно рассказывали столь много интересного. и вот вы привлекли его на семинар и не однажды. Не менее легендарная личность сейчас Маккубри. Николай Вадимович, как всегда, переводит и председательствует. Ну, это группа 96-го года с несколькими японцами Маккубри, Маккубри, Казима, Касаги, Николай Владимирович, ну, и масса всех людей могу представить всех поименно. Значит, Николай Владимирович всегда эмоциональный докладчик на одной из конференций в Дагомысе. эмоционально, как всегда, общается с Касаги и здесь тоже за банкетным столом Николай Владимирович и инвекционный из артистов переводчик Литсон Андреев председательствует. А Николай Владимирович поздравляет и переводит российская конференция экскурсии на водопад Николай Владимирович в первых рядах как всегда, везде. Извините, здесь вот Николай Владимирович радует все как ребенок на представлении в дельфинарии на шоу дельфинов здесь на какой-то из экскурсий ну, это до цифровой эры извините за методистский фото, фото на эту историю. Я надеюсь, что продолжение следует до следующего юбилея. Николай Владимирович Дорогая Ирочка, огромное-огромное спасибо. Ну, что смогла, что нашла. Наверное, было бы больше, до цифрового не дошла. Сейчас я перейду тогда к докладу. Ой, извините, не удалось. надо опять, Ирина. Да, 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 я не знаю, сейчас закрою. Так, давайте, теперь доклад. Надеюсь. Ничего не надо закрывать, надо демонстрацию экрана нажать. Вот, да, мы видим, да. опять, опять надо увеличить, увеличить надо. А вот бокал теперь здесь выключить на этот звук. Нет, нет, еще выше. Ну ладно, слайд-шоу, слайд-шоу, и потом слайд-шоу, нажмите, пожалуйста, выше, 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 выше чуть-чуть, миллиметр выше. Вы, вы направо вниз уходите. Направо. Коричневая, коричневая полоса. слайд-шоу. На коричневую полосу. Вот сейчас, но левее, 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 еще левее. Еще левее. Вот там вид, рецензирование, переходы, анимации, слайд-шоу. Левее, левее, левее. Вот теперь на коричневую полосу, Ирин. Все, я просто демонстрацию экрана, как слайд-шоу. Вот сейчас, да, вот сейчас, да. Спасибо. Так, поскольку я готовилась и на НССФ, то, в общем, синенькое это на русском языке, чтобы на всех слайдах обращали внимание. То есть называется искусственная радиоактивность в неравновесной плазме тлеющего разряда в системах палладий-дейтерий и никель-водород с точки зрения ядерно-химических реакций. Доклад представлен от МИФИ, все сотрудники МИФИ, авторы. Цель – показать возможность индиционирования процессов распада искусственной радиоактивности в условиях плазмы тлеющего разряда с позицией ядерно-химических реакций на примере изменения изотопного элементного состава в примесных изотопах в системах палладий-дейтерий и никелин. Задача исследовать популярную систему палладий-дейтерий и никелин в водород в условиях низкоэнергетической неравновесной плазмы методом масс-пектрометрии с индукционно-связанной плазмой. С позиции ядерно-химических реакций проиллюстрируют возможность инициирования процессов распада в условиях плазмы тлеющего разряда. На примере распада примесных изотопов платины и свинца в палладии, и железа, цинка и медиа в никеле. И показать корреляцию, наверное, я не покажу ее, корреляцию изменения изотопного элементного состава примесных элементов с предполагаемыми ядерно-химическими реакциями превращения. Установка тлеющего разряда, разрядная камера представляет из себя двойную кварцевую трубу, ограниченную фланцами из нержавеющей стали, охлаждаемыми проточной водой и кварцевая труба, и камера, и фланцы, и электроды-держатели, которые из нержавеющей стали выполнены, и концевые элементы из молибдена, нержавеющие электроды-держатели, также защищены кварцевыми трубками. Светлое пятно – это образец палладия, фольга 100-микронная, как палладий, так и никель использовалась. Нестандартный источник питания позволял 10-30 вольт подавать напряжение и 100-300 мА тока. На выходе, например, на этом, на SolarCertronics, можно видеть 1,1 А в максимуме импульса и напряжение до 5 кВт. Вот, не знаю, на схеме можно устанавливаться, то есть двойная квартира камеры, я уже сказала, охлаждаемые, все проточной водой охлаждается. Какой рабочий газ? Рабочий газ для палладия дейтери, для никеля водородов. Ну, то есть, вариации были, но вот то, что я представляю, это вот сейчас это палладия дейтери. Вот слева это как бы условно-стабильный разряд, то есть вот эта светящаяся часть – это образец. Это нестабильный разряд, то есть на палладиум образце видны светлые пятна, это локально перегретые участки, и это локально неравномерные, как бы, лучи с более плотной плазмой. И вот на нижнем, я не знаю, видно ли вам, такие дискретные образования уплотнения. То есть и плазма неравномерная, и нагрев, и на специальных режимах в разряде можно такой получать, можно стабильный, можно нестабильный. Вот что такое на осциллографе, то, что я называю стабильным разрядом, это вот единичный импульс, здесь ток 4 ампера, при 10-ти вольтовом, как я говорю, здесь более 15-20 и 200 миллиампер, а здесь мы имеем ток в импульсе 4 ампера, 2,5 киловольта и 63 мегагерца. Но вот при нестабильном разряде токовой иногда возникает, при определенных режимах таких выявленных, возникает нестабильный разряд. То есть это вот слева такая полосочка, это вот тот же импульс, а дальше начинается ловина таких импульсов, у которых ток максимум до 20 ампер и 2,5 ТВ напряжения, 17 мегагерц, показываю здесь. То есть эти все эксперименты, вот 22 сентября, это последние эксперименты последнего полугода, можно сказать. В никеле разряд другой, вот это то, что стабильным разрядом я называю, здесь полампера и 2,5 мегагерца, а вот то, что нестабильный, это дополнительные импульсы, у которых амплитуда импульса токового достигает до 4 ампер. Вот там частота немного снижается в этом случае. Для анализа, значит, эти образцы были обработаны в дейтериевой водородной плазме по 40 часов. Основной метод анализа был масс-спектрометр, я уже говорила, ICP-MS, масс-спектрометр, который, да, масс-спектрометр перкин-элеметра Канада, с установкой лазерной абляции, ШАМ. Значит, на 100 хочу обратить внимание. Все сигналы, которые мы анализировали, относящиеся к массе, связываясь с каждым изотопом, анализируя элементы, то есть суммироваясь по 15 измерениям для каждого изотопа. И в дальнейшем анализируются эти суммарные величины как количественные характеристики для данного изотопа каждого конкретного элемента в составе образца. Переходим к палладию. Для палладия, что интересно, то есть все изотопы палладии приведены. Суммарное количество импульсов, вот 3 миллиона импульсов, например, на 102-м, там 100 миллионов импульсов на 108-м. Это в исходном образце, а после 40-часовой обработки количество этих импульсов увеличивается от 8 до 9 раз. Почему? Потому что у нас изменяется структура поверхности образца, и образец становится более дефектным, менее плотным. Ну, в общем, такая особенность. Но мы брали мелочи, что мы учитывали все возможные изотопы, которые могут быть, вычитали их там, их состав 10-3 процента, поэтому это несущественные величины, чтобы не было потом вопросов. Что мы имеем дальше? Дальше смотрим на, как ведет себя палладий, плембов в палладии. Значит, свинец, значит, после 40-ка часов обработки, он у нас уменьшается его количество, ну, например, вот там, когда исходный было полтора процента, то оставшаяся доля оставшегося изотопа в процентах после эксперимента меньше 1,1 процента. Там остальных примерно по полпроцента. Они, значит, вот это увеличение, как раз такое изменение в примесных элементах, уменьшение примесных элементов в базовом азотопе, нас интересовало. Дальше переходим к платине. Вот, Ирина, что такое автодеплазма? А, дейтериевой плазмы. Дейтериевой плазмы. То есть вот для палладии это дейтериевая плазма. Я просто... Спасибо за вопрос. Значит, мне нужно написать будет, что это дейтериевая плазма. То есть я думала, что сказала, ну, как бы, вот здесь вот написано, что в дейтериевой плазме. После облучения в дейтериевой плазме. Я прекратилась. После облучения в дейтериевой плазме. Так вот, что-то непонятно. Здесь вот у тебя начальное, у тебя, так сказать, 0,76, после дейтериевой 0,81, а в итоге вот оставшийся фактор в изотопе 30. Так это что такое 30? Изотопы, все, платина ушла и осталось менее 30% у всех изотопов. А 0,76 что такое? А это процентное содержание этого изотопа. Процентное содержание этого изотопа. А это вот импульсы, сумма импульсов. То есть мы... Я понимаю, а 30,9 что это такое? А это оставшиеся доли. Вот видите, 5,700, а здесь 1700. То есть это 30%. Здесь тоже 30% уменьшилось в 3 раза. То есть количество изотопа каждого уменьшилось примерно в 3 раза. Вот это количество импульсов со спектрометра, что ли, этого самого? Что это за суммирующие импульсы? Вот это вот то, что дает масса спектрометра. Спасибо. Это понятно. А вот сумма импульсов, что это такое? Сумма 15 измерений. То есть там сканируется по 15 измерениям. Берется... Вот каждый скан дает какую-то сумму. А значит вот это, то, что вот здесь обозначено, то это 15 измерений. То есть мы оперируем с 15 измерениями. Почему? Потому что, например, в первом более высокое измерение, что ли. А в каждом последующем условии, видимо, уплотняется. Там идет бомбардировка аргоном при измерении. В общем, это лазерная абляция с аргоном. И, может быть, уплотняется. То есть там, чем дальше, тем измерений меньше. Поэтому сумма импульсов меньше. Поэтому мы брали сумморное для 15 измерений, чтобы оперировать. Это все понятно. Всем ли понятно вот эта таблица или я придираюсь? У нас немножко другая технология сегодня. Просто выступление. У нее первое... Ну так таблица непонятно. Ну что здесь... Понятно, что уменьшается количество платины. Вот что она хочет сказать. Ну как, вот согласно автодеплазма, у тебя увеличивается процент с 0,76 до 0,86? Нет, Анатолий, это 30. 30 – это сколько осталось от начального? Она не может объяснить, в каких единицах измеряются вот эти квадратики в ее. Это оставшиеся от 0,76. Оставшиеся от 0,76. И вот 30% от 0,76. Ирина, продолжайте, пожалуйста. Ну так вот еще раз, смотри, 0,76, у нее увеличилась концентрация вот этого изотопа. Как она это узнала? А вот эти 5,700 и 1700 – это какие-то импульсы, которые она считает в масс-спектромете. Мне ничего не понятно. Процент, ну все изотопы составляют 100%. А каждый из этих, вот 192-го после, осталось 0,81%. 194-го – 32%. Ну активность у него, активность какая-то, уменьшилась на 30%. Как это понимать? Активность – это количество частиц, количество платины, вот этого изотопа, которое выбило система во время анализа. Я думаю, я думаю, давайте сделаем так. Вот, Ирина, вот вы еще один раз попробуете на ICCF выступить, а потом осенью вы у нас еще, я вас приглашал много раз, у нас еще раз, и тогда мы погоняем вас по вопросам. Конечно, конечно. А сейчас давайте продолжайте дальше, пожалуйста. Вот, и что у нас получается? Вот у нас платин и свинец исчезают, а после того, как был обработан ионами доэтерия в плазме тлеющего разряда, у нас появляется вольфрам. Вольфрам – вот все изотопы, которого до того не было. У нас до обработки в исходном образце вольфрам не обнаруживался. А сейчас вольфрам обнаруживается, и все изотопы, вот что удивительно, они присутствуют, они немножко отличаются от исходного, но, тем не менее, вот это суммарное количество изотопы, то есть 500 тысяч импульсов в 15 измерениях. Вот для 180-го, вот оно маленькое, а потом, вот если сложить все импульсы, вот это и идет, это будет 100%. И вот от этого 100%, вот оставшегося там и было. Ну вот что в первой строке? В первой строке – это после плазмы, ну, в скорости там в течение месяца анализ был. Ирин, Ирин, уже 25 минут мы говорим, давайте двигаемся. Вопросы. Двигаемся, двигаемся дальше, да. Хорошо. После четырех… Возник вольфрам, мы поняли, возник вольфрам, давайте, которого не было, это суперважно, так? После четырех месяцев количество его уменьшилось в два с половиной раза, а с обратной стороны в два раза относительно обработанной стороны. Вот. Если мы перейдем к никелю, в никеле, значит, увеличение после обработки водородной плазмы, в никеле в 50, в 50, в 60, в 40, в 60 раз увеличивалось количество каждого изотопа. Немножко по-разному, вот в 50, в 40, в 65, вот даже так. То есть 55 плюс-минус 15 раз, вот я даже здесь написала. Возрастание… Ой, ой, шевелиться нельзя. Ирин, я говорил, что надо 3-4 слайда всего. Вы мою рекомендацию не прислушались к ней, так? Не умею я так, просто извините, не из вредности. У нас не полный доклад, у нас просто суммирующее должно быть. Давайте к концу уже двигаемся. К концу двигаюсь. То есть в никеле, значит, количество возросло 50 раз, то есть рыхлая структура на поверхности, а вот оставшаяся фракция после обработки вот каждого изотопа, она по-разному там, вот 50, по-разному в несколько раз тоже уменьшалась. Вот нижняя стоечка, оставшаяся фракция каждого изотопа. Опять же, что это по большому количеству импульсов. Цинк – это железо. Верхняя таблица по железу, нижняя таблица по цинку. Ну и вот отношения там каждого изотопа до и после, вот видно, что они по-разному идут. Так же интересно, что меди, значит, исходное количество изотопов, значит, вот соотношение 63-65 массы, которая была 2 к 1 в нормальной меди, значит, оно почти не изменилось, но количество оставшегося изотопа было, соотношение большее, вот в 12,5... Так, не буду, извините. Значит, количество 63-65 массы меньше 0,1%. Ну, заключение, что проведенные исследования показали возможность инициирования процессов распада исхода нерадиоактивных изотопов путем использования низкоэнергетических воздействий в дейтерии против содержащей плазмы. Естественно, что в анализируемых масс-спектрах наиболее заметно проявляются изменения в изотопном составе примесных элементов, которых относительные, доли которых на порядке меньше в доле основного элемента. И вот еще хочу сказать, что вся совокупность результатов может быть понятна на основе представления об иницирующей роли неравновесных электронов высоких по химическим масштабам энергии порядка 3-5 электрон в вольт, которые при взаимодействии с дейтерией и водородными компонентами образуют, соответственно, нейтральные зенейтрон и нейтрон-подобные метастабильные частицы с примесными основными метатроном. Ну вот подобное нечто, по-моему, Анатолий Иванович на нейтроноподобные метастабильные частицы обращал внимание. Ну, в общем, наверное, все. Спасибо за внимание. Буду благодарна за вопросы и замечания в письменном. Никаких вопросов не будет, я вас предупреждал. Только один доклад. Ир, вы немножко не в формате. Но, тем не менее, спасибо за представление. Давайте, убирайте свою презентацию. Красную кнопочку там надо нажать. Вот, молодец, убрали. Так, Сергей Алексеевич Цветков, пожалуйста, вам слово. Ну, конечно, я дождался. Ну, да. Видим демонстрацию. Здорово. Видим. Ее надо только увеличить. Желательно увеличить. Увеличенное видим. Все, спасибо. Начинаем. Сергей, включите звук. Звук у вас выключился. Вам нужно нажать на микрофон. Алло, алло. Сейчас слышим, да, слышим. Еще раз, Николай Владимирович. Днем рождения, с юбилеем. Всего хорошего. Хочу вспомнить наши первые встречи, когда Николай Владимирович приехал к нам в Заречный в 91-м году. Наши союзные семья... Что-то со звуком, по-моему. Ну, тут у меня показывается... Сергей, мы вас не слышим. Вы не говорите или что вы там делаете сейчас? Я тут пытаюсь, у меня почему-то микрофон отключается. Не нужно, мы вас слышим, все нормально. Не надо с микрофоном ввозиться. Говорите, мы вас слышим, все нормально. Автоматически отключается. Хорошо. Мы слышим, мы слышим, Сергей, не волнуйтесь. В общем, я хотел вспомнить, как мы встречали... Самую первую встречу с Николай Владимировичем. Он приезжал на семинар «Химия и технология водорода», который проходил в Заречном в 91-м году. Вот тут я нашел его тезисы, которые он представлял вместе с Сангинем. Дейтон. Теория и эксперимент. Обзор здесь был у него. И хочу плавно перейти к тому, что из этого семинара, на котором присутствовали тут многие товарищи, которые есть, вытекла всесоюзная научно-техническая программа, на которую я хотел бы обратить внимание. Всех называлась она «Холодный ядерный синтез». Она была подготовлена академиком Барабошкиным и Дерягиным совместно. Значит, вот пояснительные записки здесь, если можно рассмотреть, есть очень интересный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Надежно установлено было следующее, что участником аномальных явлений всех является диетерий. Аномальные явления, например, накопление трития, нельзя объяснить изотопными эффектами. Продукты аномальных явлений, нейтроны, тритий, электромагнитное излучение, избыточное тепло. Они не всегда наблюдаются одновременно. Отношение выхода нейтронов к числу атомов трития величина порядка 10 минус 8, то есть превышение трития над регистрируемыми нейтронами. Нейтроны и ионизирующее излучение наблюдается при разрушении твердых тел. Это ранние эксперименты Дерягина с разламыванием льда тяжелой воды. Аномальные ядерные явления можно стимулировать электролизом, термоциклированием, диетерий, содержащих твердых тел, бомбардировкой диетерии, диетерии, содержащих веществ. Это ионная имплантация и каталитические и химические реакции при механическом воздействии. Дополнительные сведения об этих аномальных явлениях. Большая невоспроизводимость. Замещение литий-ОД на натрий-ОД в электролизе приводит к уменьшению теплового эффекта. Массо-спектрометрически обнаружено увеличение в поверхностном слое палладия доли изотопов 106-го палладия, уменьшение доли 105-го и 108-го. Дальше, значит, возможно, ядерные реакции здесь рассматриваются, какие могут происходить. Это между дейтерием и дейтерием, между дейтерием тритием, дейтерий-протий и тритий-тритий. Также литий с нейтронами может взаимодействовать и палладий с нейтронами, со всеми этими. Вот. И цель, значит, этой программы была такие разделы, значит, это теоретическое исследование, разработка методов измерения измерительной аппаратуры для регистрации предлагаемых продуктов ХИАС, исследование физико-химических и электрохимических свойств материалов, разработка и исследование методов стимулирования, разработка принципов практического использования ХИАС. Вот. В этой реализации программы предполагалось участие 32 организаций. Это 12 институтов Академии наук СССР, 9 отраслевых институтов. В основном это из Министерства атомной энергии и промышленности. Вот. 8 вузов, 5 академиков и 5 член-коров Академии наук. Срок выполнения вот тут 4 года. Общий объем финансирования 15 миллионов рублей. И кроме этого 3 миллиона валютных рублей. Вот. Здесь дальше рассматриваются конкретно по разделам теоретические исследования, что должны включать прочее, прочее, прочее. Значит, и значит, вот разработка принципов практического использования ХИАС, я бы хотел обратить внимание, это разработка теплоэнергетических установок, разработка технологии получения тритии и разработка источников ионизирующих излучений. Вот такие дела. Значит, эта программа была в основу этой программы материалы конкурса Междвестного Совета по химии и химической технологии Государственного комитета по науке и технике по проблеме холодной ядерной синтез, стимулированной преимущественно электрохимическим путем. В конце 90-го года она проводилась. И далее, значит, вот эта вся программа, она расписана конкретно по участникам, по тем, темам, которые они будут. Вот. И, соответственно, сметная стоимость была определена. Вот. Здесь можно увидеть, значит, конкретно участников в НИИФ, Институт химфизики, потом, значит, кто тут еще, Институт химии Уральского отделения наук, Уральский политехнический институт присутствует, значит, Министерство атомной энергетики и промышленности, Минвузы. Вот. Дальше Институт электрохимии. Вот из Феникет, в котором я работал, значит, и здесь Институт электрорадиационной химии, что ли. Вот. Институт физики металлов должен участвовать был. Ну, много, в общем, тут всяких этих товарищей. И что еще обратить внимание? Ну, как я говорил, уже МГУ вот здесь участвовать должно было НИВХИ, ХФТИ, это Харьковский физико-технический институт, в общем, много всего прочего. Вот. И тогда вот на семинаре водорода впервые мы познакомились, а потом, значит, мы приезжали уже в Москву на заседание отделения химии, который возглавлял Барабошкин. И вот тогда впервые, значит, останавливались у Николая Владимировича в его квартире, мы приезжали, чтобы поучаствовать в этом заседании, и вот как раз чтобы в этой программе, значит, у меня какое предложение в связи с этим. В свое время Просвернов, когда опубликовал на сайте эту программу конференции, он предлагал такую же точно сделать аналогичную программу для Российской Федерации. Насколько я понимаю, что Николай Владимирович имел отношение к этой программе, и сейчас, я думаю, он поддержит, чтобы вот у нас координационный совет, который создан, который возглавляет сейчас Климов Анатолий Иванович, взялись бы за организацию и изготовление такой программы российской уже конкретно. Вот на базе нашего семинара люди, которые участвуют, они бы, я думаю, хорошо бы вписались в эту программу, и я думаю, многие, в том числе Николай Владимирович поддержат составление такой программы, и потом с этой программой можно будет спокойно и здраво выступать на уровне правительства, Академии наук и всего прочего, и начинать реализовать эту программу после ее составления и утверждения. Вот еще раз Николай Владимирович с юбилеем. Тут несколько лет назад американские экономисты посчитали, сколько времени необходимо для полного внедрения энергетической технологии. Начинали они с технологии водяного колеса, потом витрины и мельницы, пар, двигатели внутреннего сгорания, атомные станции и все прочее. они посчитали, что в среднем необходимо для внедрения 42 года таких энергетических технологий. У нас на сегодняшний момент 32, то есть у нас еще есть лет 10, чтобы эти технологии сделать и внедрить. Вот хочу еще обратить внимание, что хватит заниматься всеми доказательствами и прочими разными. Надо в эту программу включать опытно-конструкторские разработки по установкам и по способам и методам получения новых элементов изотопного состава. Я думаю, сюда же надо включить и микробиологические исследования, которыми занимаются Корнилов, Высотки и все прочие. Такое мое предложение. Прошу Анатолия Ивановича Клюнова рассмотреть это предложение и принять на Координационном Совете решение по составлению такой программы или жене. Все, спасибо вам. Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей Алексеевич. Да. Сергей, убирайте свою эту самую презентацию. Пожалуйста, красную кнопочку там наверху нажмите. Сейчас. Спасибо. набрано. Я еще раз всем напоминаю и тоже Сергею Цветкову напоминаю, что пришлите пожалуйста свои слайды. Ну и наконец последний у нас сегодня выступающий Чизов Владимир Александрович. Володь, давай. И пожалуйста придерживайся тут вот попробуй так спасибо вот Цветкову он оперативно все сделал молодец. Я тоже постараюсь. Попробуй минут 12-15 уложиться перебрали сильно. Что-то у меня не идет. Презентацию пока не видим. Вот запустилось здорово да видим. Ну просто время наверное просто немножко долго. Попробуй увеличить ее значит слайд-шоу включи ну вот Николай Владимирович поздравляю вас с юбилеем и вот к юбилею и с благодарностью расскажу свое введение процесса Ленар от неверия к убеждению. Так красиво. Красиво так да. И еще красивее. Есть многое на свете друг Горадцева что и не снилось нашим мудрецам. 16 век а это в общем-то справедливо и вот почему. 2016 год мое первое знакомство с процессом Ленар чудеса избыточное тепло изотопы новые элементы странное излучение немыслимые треки поверить во все это можно с трудом. Анализ сделал по интернету многих проведенных экспериментов по этому направлению показал что эксперименты как правило проведены не в очень чистых условиях. И как говорил наш выдающийся физик экспериментатор Петр Леонидович Капица много грязи. Именно это вызывало недоверие к сделанным выводам в этих работах. Сомнения были но интерес к данному процессу возрастал. В том же году сделал чисто теоретическое рассмотрение возможностей реализации процесса Лейнер в системе никель и алюмогидрид лития известной. На идеальном дефекте кристаллической решетки двойники или двойниковой границы. Это ростовые двойники структурные двойники появление двойниковых границ вот такой деформационной структуры они могут появляться и рассматривалась энергетическая электрохимическая ячейка двойниковой границы с размером 5-7 ангстрем а это в общем-то объемный дефект и где присутствует и тот катализатор литий алюминий водорода много и конечно электронов и кто же зная вот электрохимический ряд напряжения сделана оценка электрических полей какие могут быть достигнуты и удивило то что в общем-то поля могут быть достигать и 10 вольт на метр то есть это очень сильные поля вот в этом процессе именно этот оценочный результат показал что нельзя сбрасывать с счетов возможность реализации процесса Лейнер или холодного ядерного синтеза в системе вот такой в той же работе было предложено несколько новых схем по проведению процесса Лейнер ну это вот идеальная по частоте так сказать схема проведения процесса Лейнер это кварцевая ампула вакуум 10-6 все реактивы не ниже химически чистых ну и использование резистивного нагрева и визуального контроля с анализом по потенциометрам и вот Николай Владимирович наш юбиляр мгновенно оценил эту работу и 29 декабря 16-го года в РДН был сделан доклад с автором Федором Сергеевичем Зайцевым по этой работе надо отметить что доклад вызвал много споров но для меня было в общем одно обстоятельство очень значимое после обсуждения доклада меня подозвал Владимир Акимович Цеховский царство ему небесное и вручил подписав свой диск со своими работами по эфирам это был еще один знак в пользу этой работы а были ли сомнения в процессе Ленар да были 50 на 50 ответ ответ мог дать только эксперимент в силу нам всем известных причин в общем-то прошло два с половиной года и вот девятнадцатый год начало проведения экспериментов и перед началом проведения этих экспериментов и по их окончанию у меня даже были заготовлены две реплики первая извините ребята но зимой не пашут но не пашут зимой вот извините и вторая да Ленар есть вот с таким настроением я начал эту работу и вот долгожданный май 2019 года начало экспериментов но надо с благодарностью отметить что реактивы и консультации по проведению процессов и их опасностей я получил от Зателепина и Баранова вот нашему ведущему спасибо лаборатории НИЛС большое спасибо ну а это вот начало проведения этих экспериментов ну вот что теория теория практика показала совсем другое и пришлось пересматривать всю систему так сказать контейнера но при этом оставив чистоту и заменив вакуумную систему на аргоновую среду то есть чистотой я здесь справился и в результате были обнаружены вот такие резкие колебания температур резкие колебания термопарные которые это не температурные колебания я скажу о них попозже а на CD-диске оргстекле и на стекле треки от странного излучения Леонида Вруцкоева вот они это вот цветные треки это оргстекло наш CD-диск поликарбонат а это вот темное это стекло и оказалось что зимой можно пахать Ленар есть но удивил тот факт проникающей способности этого странного излучения вот 250 миллиметров поликристаллических различных материалов это излучение совершенно спокойно проходит и только вот в поле в аморфной среде это и воск как у Рускоева был и вот в данном случае поликарбонат они оставляют вот такие замысловатые треки удивила сделана оценка энергии этого излучения по массе расплавленного поликарбоната которая составила более 50 терраэлектрон вольт ну это вот так сказать расчет но еще сделана оценка скорости протона для создания такого трека и оказалось что она должна быть выше на 3 порядка скорости света что в общем-то невозможно тогда по массе не хватает порядка 1 миллиона частиц протона и как вот объяснить так сказать такое прохождение в поликристаллах где расстояние 3-5 максимальное вот и треки которые диаметром 5 микрон создается конечно это в общем-то я предположил что это кластер порой коротких по размеру ну это типа вот как паровоз едет по рельсам и когда он врезается в сыпучую какую-то вещь он создает вот такие точечные треки а порой это комплекс длинно вытянутых частиц это паровоз с вагонами которые попадают в вязкую среду слетают с вагона и происходит всякая авария тем самым образуют и винтовые треки и может даже вот веер образовать то есть вагоны ну с вагонами мы разберемся это надо все-таки иметь воображение я потом сейчас покажу и как вот объяснить все это и прохождение и вот те треки и все и для этого в общем-то я выбрал как бы для объяснения данного феномена треков очень подходит теория развиваемая Зателепиным и Барановым об атоме темного водорода ну вот Валерий Николаевич говорит что странные странные излучения ему не очень нравится темный водород мне нравится но это тоже неправильно это в общем-то вывернутый атом гелия вот ну темный водород значит темный водород он имеет очень малые размеры вот порядка станок как они показали это его малоразмерность и магнитные и его синейсиметричные свойства нейтральной заряда то есть электроны вот здесь вот они вращаются с такой скоростью что магнитная составляющая здесь ну настолько сильная и вот если вот этот кластер имеет малое темное водород состоит из малого количества темного водорода то он может образовать только вот точный какой-то прожечь точный кратер а если он состоит из большого количества темного водорода магнитными связанными вот даже взаимодействия небольшие взаимодействия с кристаллической решетки удары там показано тоже в этой работе вот и в зависимости от того под каким углом он входит он может образовать всевозможные и круглые и там винтовые и прямые треки в зависимости от его энергии и угла попадания а вот чтобы пояснить вот мое представление с паровозом я промоделировал вот такую вещь и вот давайте посмотрим что же получается в этом случае вот шарики магнитные которые имитируют наш темный водокластер темного водорода а аморфной средой в данном случае у нас является снег я выбрал снег потому что пробовал там и парафин и еще что-то но вот снег самый лучший получился вот и вот при попадании в эту аморфную среду посмотрим что из этого получается вот все проникающие такой тонкий у нас так сказать вот давайте смотреть что из этого получается вот из такого паровоза магнитно связанного вот аккуратно вскрываем очень аккуратно чтобы этот комплекс не нарушить и очень аккуратно я достаю его вот аккуратно достаю и вот мы видим что первые шарики они практически не тронутые но они стали тормозиться а кинетическая энергия последующих очень высока и магнитные свойства вот эти работают так что получается вот такой клубок отсюда прохождение очень высокое между кристаллической решеткой всего этого кластера а при попадании вот в такую среду где нету порядка решетки аморфная среда там все так сказать хаос полный вот вот такой вот образуется клубок а если силы торможения очень большие а энергия вот этих клубка очень большая то могут и разлетаться вот эти вот вещи создавая всякие веера а вот этого уже является как вот это вот давайте вот сюда а вот эта вот часть уже является поршнем которая затягивает воздушную среду что мы наблюдаем в качестве трека а энергия такова что оргстиклоп лавится давайте дальше это очень интересно но время у нас мало ну вот оценка показала что диаметр вот этого кластера он менее одного ангстрема а концентрация темного водорода при этом порядка 10 шестой единиц там еще много было чего сделано а как же образуется вот этот кластер если я рассматриваю вот все это в двойниковой границе а дело в том что двойниковая граница она колеблется за счет фононной составляющей и чем больше вот эта амплитуда колебаний и частота тем быстрее электрон набирает свою энергию ну и протоны тоже они набирают но они в тысячу раз тяжелее поэтому так сказать все равно они набирают и набирая энергию до определенного уровня когда образуется мезоатом который способен преодолеть кулоновский барьер и провести трансформацию ядра вылетает нейтрон но нейтрон в данной среде вот в этой активной среде он не свободен и не живет 14 минут а он сразу распадается на активный протон который и провоцирует образование первого темного водорода а вот эти все подготовленные энергетически подготовленные для образования вот этого мезоатома они квантуются то же самое как темный водород образуя вот такой вот магнитный кластер ну а здесь электроны и нейтрино все это понятно вот такая вот схема и опять узнав о таких результатах сегодняшний наш юбиляр дает мне целый час на его семинаре в Рудеене 27 февраля прошлого года благодарю вас Николай Владимирович здоровья вам удачи и еще долгих лет и быть большим нашим проводником оценивающим наши результаты исследований ну и можно немножко дальше продолжить вот это я как бы все подытожил но просто могу показать что камера Вильсона на диффузерной камеры Вильсона на парах спирта была еще сделана охлаждаемая холодным сухим льдом которая показала вот еще треки такие мощные треки которые исходили от реактора а реактор работает уже два года при комнатной температуре если он работает при комнатной температуре почему не провести дополнительные исследования вот эксперимент синие лампы то есть когда он работает без синей лампы это вот одно действие вот они 70 часов экспозиции медленно работает да приходится сутками ждать ну вот они треки а вот 170 часов без синей лампы а вот синяя лампа всего-то 3 электроновольта казалось бы вот а вот она уже активизировала вот эти центры настолько что свободного места нет но это проникающие способности странного излучения и защите от него все-таки это очень важный вопрос значит эксперимент проводился следующим образом в чашку Петри укладывался тот же реактор который при комнатной температуре работает устанавливались ряд CD-дисков и что интересно что до пятого все работает по экспоненте но дело в том что и в 10-м тоже обнаружены эти самые треки странного излучения то есть это не гарантирует на 100% защиты от этого излучения а вот с магнитным полем с магнитным полем та же самая чашка Петри реактор магниты а над ними вот устанавливалась вот этот индикатор CD-диска показалось что магнитное поле постоянное магнитное поле не дает проникновению вот странного излучения но не усваивает его вот следующий процесс очень интересный был когда вот эти промежутки были заполнены вот этим индикатором поликарбоната и что же получилось а получилось вот что что в этом направлении плоскости магнитов прохождения нет странного излучения а они пошли все в сторону и причем вот к северному полюсу больше а к южному меньше это видно и по этим рисункам и по этим картинкам которые получились и как можно представить вот это вот есть у нас магнитное поле направленное так сказать к северному полюсу реактор и вот у нас идет вот такое распределение то есть это если бы это был монополь дирока или лошака он бы должен был усвоиться магнитами но здесь вот не получается и вот вот такая ситуация и может быть обратная ситуация а вот еще эксперимент с виниловой пленкой казалось бы вот 0.18 тесла всего если эти 0.45 миллитесла то это 0.18 тесла это пленочка которая на холодильнике вешается а это вот индикатор CD диска так был поставлен вот они эти пленочки были края заделаны и что же получилось а получилось вот что что вот здесь щель была и хорошо что она была потому что можно было засобневаться прошел процесс или нет вот вот где щель была там образовались вот эти вот треки а где ее не было то есть вот такой даже маленький магнит он может защитить совершенно спокойно постоянный магнит защитить этого странного излучения то есть вот защита постоянным магнитным полем возможно ну еще у нас эксперименты есть по защите но это попозже а вот колебательный процесс колебательный процесс тоже был исследован термопары и казалось бы вот я себе представлял как классическое колебательный процесс не может быть объяснен классическим представлением действия магнитного поля то есть я представлял себе что кластер магнитный вот так вот летит вот и магнитное поле здесь создает ЭДС самоиндукции вот по энергетике да подходит но эксперимент показал что по времени релаксации это не ну вообще не укладывается и только вот такое вот такое положение дел оно может объяснить данную ситуацию то есть когда у нас влетает сюда вот северным допустим полюсом он создает отрицательную ЭДС самоиндукции в сам шарик уже термопары только когда войдет или же вот когда красным другое направление он создает положительную ЭДС самоиндукции что мы и наблюдаем в процессе вот они резкие пики вот они резкие пики вот они резкие пики и в плюс и в минус идут то есть это в общем-то вот ну и основной вывод который можно вывести из всех представленных исследований Леннар есть а что что бы хотелось еще сделать для продолжения исследования процесса Леннар ну это первое при высоких температурах поискать резонанс все-таки электромагнитный резонанс то есть процесс чувствует когда я поставил постоянное магнитное поле то полебательный процесс уменьшился в 20 раз не четко еще было постоянное магнитное поле там были все-таки небольшие колебания вот а второе это провести более тонкие исследования работы этого реактора поле он работает что на сегодняшний день мы имеем по процессу анализа это аморфные пленки это воск стекло CD-диски фотографические какие-то пленки и смотрим треки появилась диффузионная камера Вильсона тоже видим треки и снятие общего рентгеновского фона ну можно даже сказать локального вот и все а так как реактор работает и продолжает работать при комнатной температуре почему не попробовать провести месбаворовские исследования в динамике работы этого реактора что там на самом деле происходит да это уникальные дорогие исследования но в них разрешение в этих исследованиях достигает 10 минус 25 джули это самый сейчас чувствительный на сегодняшний день элемент возможно получить очень интересные результаты ну это вот схема с юбилеем вас Николай Владимирович познание продолжается и должно продолжаться спасибо Володя спасибо за представление мы очень ну Николай Владимирович я уверен тебя благодарит за это спасибо спасибо за этот очень интересный доклад друзья мы исчерпали нашу программу я хочу сделать объявление у нас будет следующий семинар 2 июня это будет последний семинар зимней весенней сессии после этого у нас будет примерно 3 месяца перерыв и даже больше где-нибудь до середины до второй половины сентября а на последнем вебинаре 2 июня будет выступать Михаил Яковлевич Иванов с очень тоже интересными идеями и экспериментами он умеет совмещать и то и другое и на этом мы тогда завершим 2 июня а сегодня спасибо сегодня было тоже огромное участие 37 человек участвовало вот интересные доклады мне кажется друзья всего наилучшего до 2 июня видео этого вебинара я разошлю всем всем выступающим просьба уже два человека прислали прислать свои слайды спасибо за внимание я завершаю от юбиляра персональное спасибо очень интересные доклады фотографии спасибо спасибо вам Николай Владимирович поздравляем всем успехом спасибо 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 спасибо